Мир вам, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Дорогие друзья, всех вас приветствую из России. Приветствую с города Тула. Сегодня 31 октября 2011 года. Христианский мир вспоминает сегодня День Великой Реформации. Знаменитый на весь мир праздник Хэллоуин, праздник всех святых и День Великой Реформации. Сегодня во всем мире 31 октября, по-разному именуя, но так или иначе люди вспоминают Победу Жизни над Смертью. Победу Иисуса Христа в жизни святых, в жизни мучеников. И именно в этот день, в День Всех Святых, в День Всех Святых Мучеников, в День Победы Жизни над Смертью, Победы Свидетелей Христовых над Смертью и Победа Самого, в конце концов, Иисуса Христа над Смертью. Именно в этот день, в 1517 году, молодой тогда католический традиционный священник Мартин Лютер прибил 95 тезисов Великой Реформации к дверям Виттенбергского собора в нынешнем Лютерштате. Это был собор всех святых в Германии, который привлекал внимание на самом деле многих-многих паломников со всей Германии. Люди приходили со всей страны, приходили поклониться в этом храме многим святыням, реликвиям, останкам. Но Мартин Лютер, молодой католический священник, он начал очень интересные дебаты, начал очень интересные такие, знаете ли, свои рассуждения, темы, тезисы были на самом деле очень революционными, и они всколыхнули всю Германию, и не только всю Германию, но и весь тогдашний христианский мир. Сегодня я передаю привет не только из России, но здесь, в Туле, в Москве, в других городах по всей Российской Федерации, как и в других странах мира, христиане разных динаминаций, протестанты, чаще всего это протестанты, реже православные католики, чаще всего это баптисты, пятидесятники, харизматы, адвентисты, те, с кем я общаюсь здесь, в России. И мы, православные обновленцы, отмечаем День Великой Реформации. Почему? Потому что мы знаем, что Господь уже пять столетий, на протяжении пяти столетий реформирует Свою Церковь через нас, простых людей. И как тогда Мартин Лютер прибил тезисы к дверям Виттенбергского собора, всколыхнув вот этими тезисами, вот этими дебатами, этими разговорами, этими темами, очень животрепещущими всю Европу, христианский, весь христианский мир тогдашний, так и сегодня мы реформаторы, православные, протестантские, католические, поднимаем знамя реформации, передаем нам эстафету, принимаем и несем ее дальше. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, на самом деле можно без всякого преувеличения сказать, что уже на протяжении без малого пяти столетий продолжается поэтапная реформация, обновление мирового христианства. В 2017 мы будем отмечать 500 лет со дня начала Великой Реформации христианства. Если Бог даст жизнь, если Господь раньше не придет, то это на самом деле будет большим торжеством христианского мира. Но как бы то ни было, мы знаем, что сегодня также, спустя пять столетий, есть какие тезисы провозгласить в церкви, есть что пригвоздить к дверям наших церквей, храмов, соборов, синагог, молитвенных домов, потому что Господь на самом деле обновляет свою церковь, потому что церковь Христа это не просто какое-то, знаете ли, сооружение, храм, это не кладбище, это живые души, живые люди. И пусть Господь, Он на самом деле пробудет спящих, воскреснут мертвые, духовные мертвецы восстанут, и пусть гробницы откроются, и души измучены будут на свободу. Слава Богу, друзья мои! И всех Вас благоставляю именем Иисуса Христа, и мы молимся за продолжение реформации, в частности, в православной церкви. Как православные обновленческие священнослужители, я, конечно, молюсь в первую очередь о реформации православной церкви, поэтому те, кто еще мало знаком с обновленчеством современным, вы можете прочесть 100 тезисов православной реформации на нашем сайте www.alifechurch.info www.alifechurch.info И это, конечно, 100 тезисов, говорящих о самых необходимых таких и животрепещущих темах сегодняшней реформации, но вообще-то, как говорил архиепископ Антонин Грановский, прежде самого себя реформировать надо, и наша реформация, это реформация изнутри, реформация наших личных отношений с Богом, трансформация всего христианства, начинается с трансформации тебя и меня, с каждого из нас. Пусть Бог благоставит, дорогие друзья, и передаю вам благоставение, благоставляю всех священнослужителей, прихожан Украинской реформаторской православной церкви, а также христиан других динаминаций в эти дни, именно в этот день, непосредственно 31 октября, отмечающих День Великой Реформации. Но вспоминая Мартина Лютера, вспоминая Кальвина, Цвингли, других реформаторов анабаптистов, Валдасар Губмайер, Мино Симмонса и прочих реформаторов далекого 16-го столетия, мы молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос, который и вчера, и сегодня, и во веки тот же, чтобы Он сегодня поднял реформаторов 21-го столетия, чтобы Он сегодня благоставил нас, христиан 21-го столетия, перенявших эстафету веры у христиан прошлых столетий. И сегодня христианская церковь обновится в Духе Святом. Пусть Бог благоставит во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok